Как дела, мои ненаглядные мамкины ютуберы? Пару месяцев назад мы сделали видео, в котором я сказал, что если мы наберем определенное количество лайков, то мы постараемся изготовить пресловутый пистолет-пулемет Лути. Разумеется, Лути — это самодельный 9-мм пистолет-пулемет, строение которого описано в книге самого мистера Лути. И как мы и обещали, мы изготовили его. Хорошо это или плохо, но он у нас. Пистолет-пулемет Лути. Главное его преимущество, как вы сами можете видеть, это то, что он сделан из подручного и легкодоступного стандартного металлопроката. Мы вернемся к мистеру Лути и к тому, насколько удачной получилась конструкция этого оружия, немного позже. Ну а пока... Тути-фрути, постреляем из Лути! Старый, добрый, неудержимый проказник. И да, сегодня у меня в руках, буквально собранный по книжке, да, есть такая книга. 9-мм пистолет-пулемет Лути. И я думаю, прям сразу нужно отметить, что он уродлив как дерьмо. И очень многие его функциональные элементы выглядят так, будто их собирали на коленке. Это самый плохой спуск, которым я пользовался в своей жизни, при этом я фанат АК и Глока. Разумеется, Лути это 9-мм пистолет-пулемет со свободным затвором. Но самое интересное в этом оружии это не особенности его конструкции, а то, почему оно было изобретено. В нашей Конституции есть вторая поправка, которая так же стара, как и наша страна, и она гласит, дословно гласит, что хоть органы правопорядка и являются необходимыми для безопасности штата, тем не менее, право людей на хранение и ношение оружия не должно быть нарушено. В общем, говорит о том, чтобы нам остаться свободными, у нас должно быть право хранения и переноски оружия. Оружие. В других странах, разумеется, не такие лояльные оружейные законы. Из-за кое-чего, о чем мы не будем говорить, во многих местах они еще более ужесточаются. Но сегодня мы поговорим об одной определенной стране, о Великобритании. В середине девяностых там стреляли достаточно активно, а политики, чтобы не дать пропасть хорошему кризису, незамедлительно запретили оборот оружия, тем самым уничтожив остатки гражданских оружейных прав британцев. Но это совсем не устраивало джентльмена по имени Филипп Лути. Да-да, британцы, именно вы ответственны за появление вот этого, но она хотя бы работает лучше, чем L85. Справедливо расценив запрет обращения оружия как закручивания гаек властями, Филипп Лути разработал это в качестве протеста. Этим он пытался доказать, что ни одно правительство никакими законопроектами не сможет полностью запретить оружие среди своих граждан, потому что в самом крайнем случае люди смогут сделать его сами. И если вы согласны с мистером Лути в том, что оружейные запреты — это говно собачье, подписывайтесь на мой канал. Все мои друзья думают, что оружейные запреты — это полная хрень. Но Филипп Лути пошел еще дальше. Он не только разработал, но и опубликовал свои разработки, чтобы у людей всегда была информация о том, как собрать его оружие. Британскому правительству это не очень понравилось. И есть несколько видео, рассказывающих нам о жизни Филиппа Лути. И если правительство и проехалось по кому-то буквально катком, то это точно по нему. В сериале «Граф Дакула» есть отличный эпизод на эту тему, я оставлю ссылку в описании. Но сначала я прошу вас досмотреть мое видео, ведь мы еще не обсудили сам пистолет-пулемет. Разница между мной и тем сериалом — у меня есть Лути. А если у «Графа Дакулы» и был Лути, я надеюсь, что он это не афишировал. Господи, он ведь живет в Великобритании. Ну да ладно, сейчас я заряжу магазин, и мы поговорим о преимуществах и недостатках этого оружия. Магазин, что я заряжаю? Это магазин Лути. Он также достаточно кустарный и может быть сделан из привычных нам вещей. Он выглядит как стандартный магазин на 30 патронов. Но на самом деле это не так, потому что он однорядный. Видимо, двухрядный — это сложно, двухрядный — это страшно. В однорядном магазине патроны располагаются в одну линию, поэтому вы и получаете меньшую вместимость. Но если вы уже в той ситуации, когда приходится использовать самодельное оружие, однорядный будет в самый раз. Какие же есть преимущества у Лути? Ну, если вы держите оборону в мастерской, с электричеством, сверлильным станком и еще парой вещей, в этом случае это оружие вы сможете сделать самостоятельно. Также он вполне справляется с задачей плеваться 9-мм пулями с опасной для жизни кинетической энергией. У меня сложилось мнение, что это более или менее недееспособный пистолет-пулемет для коротких дистанций, которым можно сделать кустарно. И на этом его преимущества заканчиваются. Переходим к недостаткам Лути. Ну, у него абсолютно гладкий ствол, что интересно. И этим словом я имею в виду, что это снижает дульную энергию. И, разумеется, здесь не происходит никакого закручивания пули. И она начинает кувыркаться довольно скоро, что значительно снижает точность попадания. И это не круто. А еще вам лучше бы обработать на нем все кромки, потому что их здесь очень много, и о них можно очень сильно порезаться. Вы и сами видите, что обработка довольно грубая, а делали мы этот пистолет-пулемет строго по инструкции, прописанной в книге Филиппа Лути. По идее, он таким и должен быть. Также здесь есть вот такие вот украшательства. Как я и говорил ранее, спуск здесь просто дерьмо собачье. Быть может, вы захотите, чтобы я измерил здесь усилие спуска. А еще он только на одной стороне, что довольно интересно. Вот сейчас нажимаю. Вы посмотрите, как у меня рука трясется. Здесь настолько тугой спуск, что вам нужно буквально прожать его. На самом деле, мне даже пришлось... Вы не сможете нажать его как следует. Если вы будете нажимать его мясистой частью вашего указательного пальца, вам все равно придется согнуть палец таким образом и давить на спуск сустава между фалангами. И давить с довольно большим усилием. Поэтому, когда я говорю, что это хреновый спуск, знаете, что я не придираюсь. Еще одна вещь, что меня забавляет, это само название книги. Целесообразное самодельное огнестрельное оружие. Потому как изготовление этого оружия вовсе не было целесообразным. Если честно, для него потребовалось больше людей и рабочего времени, чем при создании второй версии АК-50. Так что, если вы думаете, что сможете собрать это оружие за один вечер в своем гараже с дремелем и сверлильным станком, то вы сошли с ума. Также стоит отметить, что многие размеры... Мы построили его точно по чертежам, именно так, как это было описано в книге. Так вот, многие виды металлопроката, которые здесь используются в наше время, уже не так общедоступны. Определенно, диаметра трубок и прочих деталей, описанные в книге, не так просто подобрать в 2022 году. Я имею в виду не только несоответствие метрической и имперской системы измерений. Когда ты изучаешь весь каталог строительных материалов, чтобы найти нужные детали, ты подозреваешь, что имеешь дело с чем-то странным. Также отсутствие приклада и какого-либо удобного места для удержания оружия во время стрельбы, в дополнение к его ужасной точности и полному отсутствию прицельных приспособлений, делает его оружием уж очень ближнего боя, что-то вроде нажал и молись, в надежде на то, что попадешь куда целился и все такое. Оружие такого класса, как правило, отличается высокой точностью изготовления, но к этой пушке это не относится. В наши дни, чтобы исправить некоторые из этих недостатков, можно было бы приварить планку Пикатинни, чтобы установить коллиматорный прицел. Но если честно, я не думаю, что это сильно исправит ситуацию. Разумеется, мы были обязаны провести наш стандартный тест пробития банки White Claw, но в этот раз мы будем проверять сразу две вещи. Первое, это то, что несмотря на отсутствие нарезов в стволе и потерю из-за этого дульной энергии и все такое, этот пистолет-пулемет со свободным затвором все еще обладает достаточной мощностью, чтобы проделать дырку в банке White Claw. И я знаю, что это в целом невысокая планка, но это хорошая возможность показать тот объем энергии, который прилетел в мишень вместе с пулей. Итак, мы протестируем, правда, если я вообще попаду по нашим банкам White Claw. А стою я метрах в пяти от них. Итак, проверим. Боремся с диктатурой через три, два, один. Кстати, есть еще кое-что, что я хотел бы отметить, и сделал я это намеренно. Это то, что магазин выпадает в самый неподходящий момент. Мы продолжим наш тест через минуту. Итак, магазин здесь крепится всего лишь одной маленькой кромочкой. Задумка сама по себе довольно крутая, врать не буду. Он упирается в ограничитель, в основании шахты магазина. И также с другой стороны он удерживается, я не шучу, срезанным болтом со срезанной под углом гайкой на конце, с двумя шайбами посередине, и все это крепится на куске пружины из стали. Я пытался ее немного подогнуть, и это типа помогло. Так что если вы будете стрелять из люти, я вам настоя... Я вам настоятельно рекомендую придерживать магазин второй рукой, чтобы тем самым помочь ему остаться на месте. Ладно, давайте попробуем еще раз. Продолжаем, через три, два, один. Ну ладно. Одну банку задел. Слава богу, у меня с собой точно не только сейчас перезаряженный запасной магазин. Ну ладно, в этот раз немного лучше. В общем, если придерживать магазин, чтобы он не вывалился, все равно на калашникове я делаю так же, просто потому, что это интуитивно кажется правильным при стрельбе из такого оружия. Он подает патроны довольно неплохо. Просто стрелять от бедра из оружия с ужасным спуском и со свободным затвором, который подбрасывает ствол. Ужасный спуск, хочу еще раз отметить. И абсолютно безо всякой возможности прицелиться. Слава богу, что мишени, для которых разрабатывалась эта пушка, намного больше, чем банки Уайт Клоу. Ну, стальные мишени. Ростовые мишени и все такое. Для тригана, например. Пойдемте, проверим. Так, в эти две я точно попал. Здесь попал достаточно хорошо, даже верх оторвало. Здесь у нас выживший. Этот тоже выживший. Да, в эту тоже попал, и тоже довольно неплохо. Я заметил, что банка с грейпфрутом неплохо так подпрыгнула от выстрела. Да, два магазина, и мы попали в две мишени. Отличный пример того, почему нельзя отбирать у людей право на оружие. А надо-то было всего лишь сделать вот так. Настоящее оружие все же лучше. Ну, это как подведение итогов всего видео. Так что же я думаю о пистолете-пулемете Лути? Он определенно очень грубо и хреново сделан. Гильзы часто застревают, магазин постоянно выпадает, прицела нет, стреляет не точно. И в целом он показывает нам, что мистер Лути не был таким уж большим специалистом в оружейной индустрии. И это в какой-то мере подтверждает его точку зрения даже лучше, чем если бы он был гуру оружейного мира. Тот факт, что, признаю, довольно сообразительный, но все же обычный человек, такой же, как все остальные в Великобритании, мог переживать о чем-то так сильно, что сумел найти способ построить подобное оружие, написать об этом книгу, и сделать так, чтобы можно было использовать при сборке самый обыкновенный металлопрокат, не имея при этом опыта в разработке оружия. Это говорит о многом. И это доказывает нам, что пока есть люди, которые верят во что-то, изобретают, и не сдаются в борьбе за свои естественные или неотъемлемые гражданские права, право людей хранить и носить оружие не должно быть нарушено, даже если для этого придется съездить в строительный магазин. Парни, для меня это было по-настоящему крутое и веселое видео с полигона, если я не ошибаюсь. Это одно из немногих, если не единственное видео на YouTube, где Лути стреляет в автоматическом режиме. Разумеется, у нас есть все необходимые лицензии для того, чтобы заниматься подобными вещами. И я подумал, почему бы и нет. Потому что это крутая часть истории, часть оружейной истории. Думаю, людям следует знать об этом как можно больше, и я рад, что смог показать это вам. И, как-никак, я обещал вам это показать, а я всегда выполняю свои обещания. Скоро будет Томми Ганн. Парни, в этом месяце у нас выйдет очень много крутых роликов, это будет прям убойный месяц, у нас для вас очень много интересного контента, и такие пушки, которые вы точно никогда не видели. По крайней мере на этом канале. Чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на мой канал и включайте все уведомления. Не забывайте о новостной рассылке AKG. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Увидимся, мои ненаглядные мамкины ютуберы. В следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok